здравствуйте всем вот решила показать торт панчо называется классический вариант который я за последние две недели пеку уже вот третий раз из всех тортов которые готовила этот пожалуй самый легкий рецепт подробно я напишу закрепленном комментарии для начала просеиваю муку какао и разрыхлитель вот так до однородности перемешала все это и теперь готовим форму застелила бумагой и смажем дно и стенки сливочным маслом можно и растительным маслом смазать форму 6 яиц и 250 грамм сахарного песка взбиваем вот в такую пену сейчас я покажу я взбивала долго первые раза взбивала просто в пену в густую сейчас увлеклась и у меня получился вот такой гуголь-моголь практически но в рецепте было написано взбивать до пиков можно конечно еще минут 5-10 подержать миксер и получились бы пики ну этого достаточно форма готова сухие ингредиенты готовы и включаю духовочку на прогрев на 180 градусов и теперь надо вот эту сухую смесь такими плавными движениями снизу вверх нежно-нежно добавляем вот так потрясывая и надо все это вмешать вот эту сухую смесь вот в как я его называю гуголь-моголь ну в общем во взбитое яйцо с сахаром чем я сейчас и займусь и расскажу то о чем я забыла сказать дело в том что в рецепте есть грецкие орехи я первый торт делала по рецепту с грецкими орехами но потом муж попросил меня орехи не добавлять но это уже как говорится личное 100 грамм орехов я в рецепте укажу ну там их и режете измельчаете они нужны будут для того чтобы когда я буду уже делать формировать торт там каждый слой просыпается орешками ну кто любит фруктуры допустим начинки мне не любят кто любит допустим можете какие-нибудь фруктики ананаса кусочками персики тоже прокладывать в общем я сейчас вот так аккуратненько все это вмешаю до однородной массы чтобы не осталось ни одного комочка в тесте чтоб не запекся так мощных комочков вроде бы нет форма готова и я выливаю так сейчас я все вычищу и в духовку вот так я люблю вычищать чтобы чисто чисто оставалась форма прокручу все отправляю в духовку на 35 минут так бисквит готов он темный потому что там какого есть составе ножом вот так прохожусь отделяем стеночки бисквит выкладываем на решетку и оставляем на час можно больше до остывания но я все время на час оставляла этого достаточно было сметану с сахаром пока не взбиваем мы ее забьем когда кекс уже будет полностью готов и даже нарезан остыл кекс теперь надо срезать не пополам разрезать его а вот отсюда сантиметр ну я даже меньше срезаю где-то 07 я раньше ниточкой срезала но можно кто как срезает у меня широкий хлебный нож я заказала струну на зоне но она еще не пришла для разрезания бисквита я тут текст варю то бисквит в принципе на нет одно и то же так не очень красиво срезался но это и не важно все равно больше срезаться так эту часть я убираю пока а здесь буду делать диаметр вот здесь я буду формировать торт в этом салатнике и поэтому сделаю вот такую вырежу по диаметру и теперь меняю местами эту убираю сюда а этот вот остальную часть вот с этими кусочками кто хочет тут может оставить вот эти кусочки поджаристые их измельчить и сверху посыпать потом торт но я этого делать не буду я изрежу это все теперь на вот такие кусочки на квадратики сначала вот с этим справлюсь и теперь вот этот остаток бисквита я буду резать на квадратики прямоугольнички ну в общем как получится видите какой бисквит рыхлый получился ему легче будет пропитаться сметанкой с сахаром поэтому сметанка должна быть такая не очень густая убрала все лишнее можно двумя способами формировать у меня сестра формировала вот прям вот сюда на этот корж хорошо сметану наносила и потом укладывала вверх тогда получается более такая конусообразная горка но я делаю попроще можно пищевой пленкой укладывать я просто так разрезаю пакет укладываю здесь буду формировать торт видите какой удобный торт и вот только сейчас когда уже бисквит порезан все приготовлено смешиваем сметану 900 грамм сметаны 200 грамм сахарного песка я высыпаю в чашу вот сколько получается сметану и сюда сразу высыпаю сахарный сок перемешиваю лопаточкой до растворения сахара сахар растворился в первую очередь я нанесу хороший слой на вот этот корж нижний корж Почему не сразу на тарелке? Потому что я потом вот этим коржом, как крышкой, закрою торт и переверну на тарелку. Поэтому в таком положении смазываю корж. Хорошо надо пропитать. Отставляю в сторону промазанный корж. Теперь займемся вот этими кусочками. Когда я делала первый торт, я брала прям вот каждый кусочек, как рекомендуется, бросала вот в эту смесь сметанную, потом вылавливала, его там купала, потом вилочкой вылавливала и укладывала. Потом я начала, мне это надоело, я начала горстями вот так брать, купать. Теперь я хочу сделать вот так. Сейчас я всю сметану, ну практически почти всю, высыпаю сюда. Аккуратненько все перемешиваю, чтобы все кусочки искупались в креме, все в сметане. Сейчас добавлю еще. Ничего с ними не будет. С этими кусочками. Ну так удобнее. Так, ну вот все кусочки перемазаны сметаной. Вот. И теперь вот сюда в салатник я буду вот так брать и слоями укладывать. Вот так разровнять. И вот на этом моменте, кто с орехами будет готовить, можно допустим каждый слой еще немножко сметанкой поливать, чтобы посочнее было. И вот сейчас надо будет грецкими орехами посыпать или фруктами, кто чем хочет. Потом следующий слой накладываем. Потом следующий слой накладываем и утрамбовывать. Вот. Вот. На этом этапе можно еще орешками посыпать и хорошо притрамбовать и закрыть этим коржом. Вот я так делаю. Теперь беру тарелку, накрываю и переворачиваю. Вот так. И снимаю салатник и пленочку. И теперь каждый может украшать, как хочет. Кто-то кремом, который остался, может вот так замазать бока. Оно дополнительно пропитается. Посыпать орешками. Или от коржей, которые остались, помять, крошкой посыпать. Я буду покрывать еще глазурью. В рецепте написано растопить шоколад. Горький. Со сливочным маслом. У меня нет шоколадки горькой. Я делаю все время глазурь. Покажу, как я глазурь делаю. Вот так. Подбираем все капельки. Все в торт. И оставляем торт постоять. Кружечка чистая. А я буду делать сейчас глазурь. Показываю, как я делаю глазурь. Глазурь получается очень вкусная. Спривку с обзущенки. Кому надо больше, делайте в двойном размере. Тоже напишу. Столовая ложка молока. 50 грамм сахарного песка. И 4 ложки какао. У меня какао отличное. Смотрите, какое темное. Я его берегу. Именно вот для глазури. Это мне презентовал племянник. 4 чайные ложки. Кладу какао. Обычное какао, но немножко бледнее. А это очень-очень темное. Хорошее какао. Размешиваю. На огне буду все это растворять. И варить 4 минуты. Сразу приготовлю масленочку. Сейчас при постоянном помешивании закипит. И 4 минутки я буду кипятить. Постоянно помешиваю. За минутку до окончания кипения. Вот такой кусочек. Добавлю масла. И буду опять помешивать под варенье масла. Отставляю глазурь. И оставляю ее до теплого остывания. Глазурь застыла. Вот смотрите, как она катится. Медленно-медленно. Поэтому надо уже ее наносить. Смотрите, какая она уставила. Видите? Я просто сделаю вот такие рощерки сейчас. Если глазурь слишком застыла, можно немножко ее разогреть. У меня тут осталась вот последняя ложечка. Я уже ничего не буду не греть, ничего. Просто вот так навешиваю сосуличек. На этом этапе я остановлюсь. Не буду даже подчищать вот здесь глазурь. Потому что она сейчас потянется. Пусть она застывает. Дам немножко постоять, чтобы теплая глазурь остыла. Накрою крышечкой. Отправлю в холодильник. Я всегда делаю торт на ночь. И утром уже можно на завтрак пить чай, кофе с тортиком. Попробуйте. Торт делается очень легко и очень вкусный. 2400, что ли, получился торт. И порядка 350 рублей. Это при всем при том, что яйца по 160 рублей. Где вы купите такой огромный торт за 350 рублей? На этом всем всего хорошего, хорошего настроения. Со старым Новым Годом всех. Мира и добра. И пока-пока. Всем доброе утро. Всем доброе утро. Это снова я. Я забыла, что надо показать торт на разрез. Тортик постоял уже в холодильнике. И показываю, какой он на разрез. Мягкий и вкусный. А то меня тут как-то упрекнули, что испечь испекла, а показать не показала. Вот показываю, какой тортик на разрез. Попробуйте сделать, и вы не пожалеете. Сестра мне говорит спасибо за такой рецепт. И вы еще успеете до старого Нового Года сделать такой тортик.